Славную российскую пехоту ложили просто как косой, и было нормально. И, конечно, хвалёный десантура, хоть и бурятской национальности, тоже ложилась. И не потому, что наше оружие сильнее или их слабее, а потому, что когда они сюда заходят, они чужие, а мы здесь свои, мы дома, мы свой дом защищаем. До Лиссабона они не дойдут, это гарантирует. Это не шапка закидательства. Это жизненный опыт, не надо. И на сегодняшний день существует, и эта служба в эспеке Украины подтверждает, и подтверждают неофициальные источники, реальный страх с той стороны. Потому, что тут их косят, как собак, и хоронят также земле, как мёртвые твари. Не надо рассказывать. Второе. Скажите мне, пожалуйста, это прекрасно. Вы говорите, мы ведём переговоры. А с кем вы ведёте переговоры? Россия не является стороной переговорного процесса. А эти марионетки, ну мы же оба с вами понимаем, они никто иные. Как марионетки, поставленные российской державой на эти переговоры. Они никто. Да хватит перебивать, я тут раз перебивал. Вы вообще не горчат. В ППП вы не разговаривали. Так вот, для того, чтобы научиться, для того, чтобы вести переговоры. Вот пока они будут перебивать здесь, а не там, ничего не будет. Раньше бы вы в зале так працювали, я понимаю. Сначала прочитайте надписи, велики, верни деньги, по всей дороге вести. Борислав, всё-таки, к чему вы ведёте? Украине не нужны переговоры? Россию надо действительно заставлять стать членом переговорного процесса. Эти подумки абсолютно не несут никакой ответственности. Но они манипулируют ситуацией. Я понимаю, пана Романова, он в безвыходной ситуации. Действительно, он защищает интересы Украины. Но, с одной стороны, присутствует Украина. С другой стороны, абсолютно марионеточный режим. В Донецке, Луганске. Подождите. Подождите. Микрофон. Так вот, в том и проблема. В том и проблема. Я хочу закончить. Можно всё-таки? Так вот, я хочу закончить одну вещь. Ситуация, которая должна выходить дальше. Ситуация очень простая. Нам необходимо подключать наших западных партнёров, как естественных партнёров, членов переговорного процесса. А с той стороны, должны отойти действительно фейковые Захарчинки, Плотницкие и вступить Российская Федерация, которая является... То есть расширить этот нормандский формат до нового. Правильно?